Всем здравствуйте, дорогие любители национальной баскетбольной ассоциации. С вами очередной 232-й выпуск нашего регулярного подкаста и с вами его ведущий, я Марк Бурчков. Сегодня будем обсуждать самую горячую команду ассоциаций на данный момент, а именно Клипперс. Также, конечно же, обсудим Бостон Селтикс, который до этого мы в этом сезоне не особо сильно рассматривали, но при этом команда идет лидерами ассоциаций и под это дело вообще я как бы гостя позвал, поэтому про них не поговорить было бы кощунством. Обсудим, конечно же, какие-то бедствия, которые происходят у нас в Детройте и, конечно же, куда мы без гонки за MVP. Ну и для того, чтобы обсудить все эти темы, со мной сегодня записывается мой один из самых крепких и, наверное, самых яростных таких товарищей, которые вообще были и в этом году, и в прошлом году, который меня не раз вручал. И вот сегодня, опять же, заскакивать на свою профильную команду, обсудить всякие нюансы тактические, эмоциональные и в целом просто поболтать о самой нашей любимой игре с мячом. Человек, который с недавнего времени формально является моим коллегой по хай-файв, но пока что не дошел до момента написания кого-то постика. Я думаю, это произойдет в ближайшем будущем, но человеку этому было присвоено имя. Сергей Егьяна. Сереж, большое тебе спасибо за то, что заскочил на сегодняшний выпуск. И, как всегда, уверен, что у нас получится пущенная беседа. Че, как там ты поживаешь, расскажи в двух словах. Привет, Марк. Привет все. Да, как всегда, супер рад был быть здесь. Спасибо за приглашение. Я думаю, получится отличный выпуск. Ну и перед тем, как мы приступим уже непосредственно к обсуждению, конечно же, куда я без нашего постоянного дисклеймера? Лайк авансом, ставьте свои пальцы вверх, потому что они очень сильно помогают в продвижении контента на просторах YouTube. Конечно же, подписывайтесь на канал, если ранее этого не сделали. До сих пор по статистике около 30-40% просмотров приходят от людей, которые на канал не подписаны. Ребят, я думаю, что мы выиграем от того, что вы подпишетесь на канал, и вам будет легче отслеживать контент, который у нас тут выходит. И мне будет приятно увидеть рост подписчиков на канале. Конечно же, ставьте колокольчик, чтобы первым узнавать о выходе новых подкастов, стримов. Я планирую на следующей неделе, может быть, во вторник или среду, подрубить заключительный стрим в уходящем 2023 году. Опять же, поболтаем, поиграем в басковый ГМ, поугараем, что угодно. Но в целом, в любом случае, если жмякните колокольчик, то первым получите уведомление о том, что у нас тут происходит. И, конечно же, самое главное топливо по продвижению контента на YouTube – это комментарии. Желательно от пяти слов делитесь своими мнениями относительно Клиперс, относительно Бостона, относительно Детройта. Конечно же, гонку за MVP не забываем, потому что, судя по комментариям под прошлым выпуском, это такая самая горячая и взрывоопасная, честно говоря, тема, которая происходит у нас тут за последнее время. Делитесь своими мнениями. И, конечно же, как всегда, лучшие комментарии у нас попадают в следующий выпуск. Такое, например, произошло с комментарием Михаила Кузнецова, который под прошлым выпуском написал следующее. Ну, если судить по продвинутым метрикам, то лайк можно тоже этому выпуску поставить, у тебя продвинутая статистика, она такая. Спасибо большое, Миша, за твой комментарий. И, опять же, в следующий раз именно ваш комментарий, будь то это какая-то юмореска, будь то это какой-то аналитический аспектик, который вы захотели обсудить или закинуть в комментарии, будь то это конструктивная критика. Любые комментарии приветствую, заранее вам за это спасибо. Ну, а мы начинаем. И, конечно же, мы начнем с Клиперс, которые вот уже успели дать серию из девяти побед подряд. Вчерашняя победа против Далласа стала девятой подряд для команды. И теперь Клиперс уже четвертый на Западе с показателем 17 побед и 10 поражений. Выходит так, что вот Клиперс становится в моем подкасте, по крайней мере, самой обсуждаемой командой этого сезона. И, в целом, есть на это причины. Сначала был обмен Хардена, потом очень долго они запрягали всю эту историю, когда у них было много поражений подряд. И вот в последнее время создается впечатление, что ребята нашли ключики друг от друга и, в целом, наладили химию, ротации. И все это выглядит довольно устрашающе. Кавай пока что не пропустил ни одной игры, что вообще, мне кажется, самая удивительная статистика не только касаемо команды, но и вообще всей ассоциации по ходу этого сезона. И есть, что обсудить, безусловно. Сереж, давай начнем с тебя, вовлеку тебя в разговор. Общие впечатления у тебя от команды. Ты, в принципе, в этом году тебе не удавалось со мной конкретно Клиперс обсудить. Может быть, только в наших личных сообщениях в телеге. Но вот на просторах Баскеттока в целом, какие у тебя команда оставила впечатление вот спустя 27 стартовых игр регулярного чемпионата? Непонятное. Я думаю, как у большинства людей. Просто потому что у них сейчас хорошая серия, у них была плохая серия. Я не всегда понимаю, чего ждать от команды в будущем, и что из этого тренд, а что из этого просто хорошее стечение обстоятельств. Да, и здесь есть много факторов. Фактор один — травмы. Сейчас все здоровы, команда побеждает, но игроки возрастные, сколько это будет продолжаться. Фактор второй — это просто общая совместимость. Уэсбрук решил пожертвовать много чем и прыгнул на скамейку. Да, но что случится в следующий раз, когда кому-то из лидеров из ОС нужно будет чем-то пожертвовать? Фактор третий — это игра этой самой скамейки. Да, если посмотреть, то клиперсы играют довольно усеченной скамейкой уже сейчас. Несмотря на то, что у них есть какая-никакая глубина, нет необходимости гонять своих лидеров на больших минутах, и лидеры травматичные, все равно скамейка не заигрывается и не задействуется так широко, как я бы подумал, что они будут ее использовать. Просто исходя из того лоуд-менеджмента, который даже без пропуска игр можно было осуществлять, да, и держать своих топов на низких минутах. Но это в целом по сезону, да, у меня есть вопросы, у меня нет понимания того, что системно, а что просто вспышка. Но прямо сейчас клиперс — это, наверное, самая прикольная команда, на которую можно смотреть в МБА. Там очень много ярких игроков, они на ультрапобедной серии, и если вы последние пару недель смотрели матчи клиперс, то вы достали крутые перформансы Хардена, Гавайя, парочку Аполла Джорджа, суперпозитивный настрой, там скамейки, есть куча хайлайтов, где там Весбрук счастливый на скамейке прыгает и полотенцем машет, я никогда не думал, что он и в этом будет МВП, и так далее, и так далее, и так далее. Так что, да, клиперс — прикольная команда, чтобы смотреть в моменте сегодня, на этой неделе, на прошлой, с точки зрения всего сезона и будущего, туманно. Не знаю, как у тебя? Ну, мне нравится то, как влился наконец-таки Харден, у которого заняло, наверное, игр 8, для того, чтобы свою форму наконец-таки нащупать. Сейчас у него по сезону 17 плюс 8, при том, что в последних играх он дает 21 плюс 9, и в целом у него эффективность хорошая, у него по сезону 47 с игры, 43 с дуги, 6 дальних бросков он берет, и отличное взаимопонимание он нашел, в первую очередь, наверное, с Дэниелом Тайсом, но и с Зубицем тоже неплохое, потому что в первых играх часто бывали моменты, когда просто хорватский центровой команды не особо понимал, куда летит передача Хардена, и это приводило часто к глупым потерям, которые приводили, в свою очередь, к быстрым отрывам на их кольцо, и вследствие всего этого сложно было Клипперс какого-то положительного результата добиваться. Сейчас взаимопонимание потихонечку налаживается, я не могу сказать, что я в восторге от атаки команды, несмотря на то, что они показывают седьмой оффенсив рейтинг, все равно очень все сбивается на индивидуальные какие-то действия. Это неудивительно, когда у вас в команде 4 будущих холл-феймера, Джордж, Ленард, Харден, да даже Уэсбург на тех минутах, которые он получает, ну, сложно рассчитывать на то, что они там будут строить какие-то атакующие схемы типа Golden State праймового, да, но при этом все равно маловато у них ассистов, например, они 21 лишь по количеству суммарному, 25, чуть-чуть больше. И с другой стороны, за счет вот этого вот чрезмерного индивидуального вообще какого-то движа в атаке, у них довольно маленькое количество потерь, потому что в связи с тем, что мяч не так много ходит между игроками, следовательно, и риски потерять его меньше среднего. Поэтому есть свои плюсы, есть свои минусы. Если игроки будут продолжать играть так, как они играют вот последние несколько недель, даже если это будет настолько все индивидуально, у меня вообще нет никаких вопросов. В первую очередь это, наверное, касается Кавайа, потому что сезон у него начался не самым лучшим образом. У него были игры, в которых, ну, казалось, что он прям чувствует себя вне своей тарелки, несмотря на то, что проценты у него были неплохие. Но даже вот там неплохие цифры ноябрьские, которые у него были, там, это 48 с игры, 37 из Адуги, они ни в какое сравнение не идут с тем, что Кавай показывает в 9 декабрьских играх, у него 61% с игры, 50 из Адуги, при том, что в среднем он за эти 9 игр бросает почти что по 6 раз за игру. И 29 очков, 6 подборов, 4 асиста за декабрь, это очень классно. И небольшой спойлер, но вот своей недавней игрой, в первую очередь, Кавай себе пробил дорогу в гонку за MVP. И про Кавайа как-то мало говорят, наверное, смотрят на его сухую статистику. Она у него не самая ворвиглазная, особенно на фоне остальных игроков ассоциаций, где уже 30 очков в среднем, результативность никого не удивляет. У Кавайа такие сравнительно спокойные цифры, 24,5 очка, 6 подборов, 3,5 асиста. Но вот за счет командного результата классного Клиперс и за счет того, что вот именно последняя всегда запоминается ярче всего, Кавайа, я думаю, за счет этого неплохо так въезжает вот в гонку за MVP. Ну, вот мое ощущение такое. По поводу Хардена, в принципе, я уже сказал. Действительно, все равно он часто сбивается на какие-то свои индивидуальные поступки. Но если они происходят в таком же случае, как и в игре против Индианы, когда он просто взял там 5 дней подряд и зарешал их настолько, что в итоге потом начал ангелочки делать на паркете, что впоследствии очень сильно завирусилось. Мемчик на просторах Твиттера бывшего нынешнего Экса залетел очень неплохо. Если Харден будет продолжать это делать, это тоже будет неплохо. Пол Джордж, наверное, игрок, который вот среди этой четверки больше всех пострадал от прихода Хардена. У него жестко просели проценты, потому что если вы вдруг забыли, то там в первых 5-6 играх там Джордж именно был MVP этой команды, а не Кавай. И цифры у него были какие-то умопомрачительные. Потом у него был очень такой большой просет. И по статистике, в целом по игре он не мог нащупать свою игру. Почему-то он жалился на то, что команда играет не в тот баскетбол, который ему удобен. Хотя, мне кажется, среди четверки Клиперс именно Джордж является тем игроком, который должен подстраиваться больше всех под оффбол движение. Потому что, ну, Уэсбрук ввиду отсутствия броска не может это делать. Кавай может, но, опять же, вы не хотите его гонять без мяча настолько много с риском его травматизма. Харден, опять же, человек, который залетает в твою команду словами «Я система», не думаю, что он рассчитывает на то, что он вдруг из вот этого вот доминантного стиля игры на мяче превратится в условного Клэя Томпсона. Это прям, ну, такое ожидать, мне кажется, немножечко опрометчиво. Джордж при этом вот долго пытался найти свою игру. И в итоге все это привело к тому, что в декабре он тоже сравнительно эффективен. Конечно, не настолько, как Кавай, но все равно 22 очка, 48% с игры, 44% с дуги. При том, что у него оттуда попыток даже еще больше. Он тот человек, который в основном берет из этой четверки владение в спотапе, в которых Клиперс довольно неплохие. И они не так часто это делают из-за того, что, ну, слишком у них часто сбивается все на индивидуальные действия. И они лишь 27 по количеству спотапов. Но при этом они неплохо реализуют. У них девятое место по количеству очков в среднем за такое владение – 1,08. И именно вот Пол Джордж, мне кажется, является главным олицетворением среди этой главной четверки, что можно играть чуть-чуть в другой баскетбол. Вот по основной четверке, или даже, правильно сказать, тройке, потому что я про Уэсбурга не очень много сказал, но я про него мысли сохраню немножечко на попозже. Вот такие у меня мыслишки, Сереж. Есть ли тебе что-либо сказать по поводу тех тезисов, которые я толкнул? Есть ли у тебя какие-то еще, может быть, наблюдения относительно главной тройки команды, которая выходит в стартом составе? Да, есть. Мое главное наблюдение про Кавай тоже, что Кавай сохранился после очередной травмы колена. И каждый раз, не зная, что он вернется на свой уровень или нет, но последние 7 игр у него 32,5 очка, 62% с игры, 53 или 4% трехочковых, 95% штрафных, что-то в таком духе. И все это за 34 минуты на паркете. Одно дело, когда ты джайлом бил, эмбит, и пробиваешь 15 штрафных за игру, и имеешь статистику с такими цифрами, и тоже там типа 1 очко в минуту. Другое дело, когда ты Кавай весь переломанный, бросаешь джамперы, да, и много средних двушек, играя в команде с еще тремя звездами и еще парочкой крепких ролевиков. Поэтому для меня супер-супер приятно видеть, что вот Кавай он живой, он подвижный, он полноценная супер-звезда в атаке, и я уверен, что когда нужно будет, он и в защите сделает там то, что нужно. Опять вопрос, доживет ли он, играя на таком уровне, доживет ли он до плей-офф, и я думаю, для Клиперс это будет ключевой вопрос, потому что там прошлый сезон закончился, когда Кавай не смог доиграть серию плей-офф первого раунда. Да, их предыдущие сезоны, если Кавай начинал серию плей-офф, тоже чаще всего заканчивались с его травмой, да. Поэтому Кавай для меня ключевая фигура, есть и будет, даже несмотря на приход Хардена. Харден, мне кажется, хорошо адаптировался, но я с тобой согласен, что человек-система, он не сильно адаптируется, он просто начинает играть, да, и говорит другим, все, мы теперь играем так. И пока у него классные проценты трех, много ассистов, и команда побеждает, все будут улыбаться. Но, как мы видели в Филадельфии, Бруклине, в Хьюстоне и так далее, как только это не работает, Харден сразу начинает хейтить. Так что дождемся момента, когда у него будет спада, он обязательно будет. И посмотрим на оценки Хардена тогда. Для меня по Джорджу я бы, наверное, не согласился с тобой. Он больше всех пожертвовал, потому что больше всех пожертвовал в Эсбрук. Он вот по ходу этой победной серии проводит 18-19 минут на паркете всего лишь. Да, в прошлом сезоне он за Клиперс 31 бегал, что-то вот в этом районе. И а в плей-офф там были совсем большие минуты и совсем большая нагрузка. Поэтому для него это даже не один шаг назад, а 10-20 шагов назад. Он очень сильно уступил в бросках и владении во всем. Я говорю, он теперь осваивает скилл махать полотенцем. Мне кажется, у него хорошо получается. И мне интересно, как он себя чувствует. Для меня это такой вопрос, не такой тест, окажется ли Рассел Уэсбрук заложником своего эго в данной ситуации. Или он будет весь сезон хорошим партнером со скамейки, который играет меньше 20 минут за игру, будучи Уэсбруком. И все еще считая, что он может собирать трипл-даблы и быть основным разыгрывающим хорошей команды. Я уверен, что он так считает. Так что вот это для меня любопытная ситуация, так со стороны посмотреть, как она будет протекать. В том числе, потому что Харден в своих предыдущих командах неизбежно влипал в конфликты. Да, и в Бруклине, и в Филадельфии. И посмотреть на их динамику. Слушай, по поводу Уэсбрука, мне кажется, что абсолютно очевидно, что человек начал направлять свою энергию в другое русло. И для кого-то то, что я сейчас скажу, может показаться какой-то дичью. И они скажут, что я ее им втираю. Но это просто сухие цифры, которые говорят о том, что Уэсбрук сейчас делает упор даже не на атаку, а на защиту. Чтобы вы понимали, Уэсбрук один из лидеров команды по дефенсив рейтингу. До вчерашней игры против Далласа у него дефрейтинг был 109. При том, что у всей его команды 112 с половиной. Он по этому показателю входил в топ-20 ассоциаций среди всех людей, которые сыграли какие-то более-менее существенные минуты. Что для меня гораздо более удивляющая статистика и гораздо более говорящая о качестве обороны Уэсбрук. Это то, что против него на данную секунду бросают чуть больше 40% с игры. При том, что обычно в ситуациях, в которых бросают через Уэсбрук, попадают 46%. То есть он снимает своим соперникам 5,5% на бросках. При том, что до вчерашней игры с Далласом там вообще было 38% через Уэсбрука. Он реально сейчас выкладывается вот эти вот интервью, где он говорит, что да, я, наверное, в обороне сейчас один из лучших. Это не пустой трёп, это реально факт. Он перестал бросаться так много на пассовые линии, из-за чего иногда его команда страдала, когда ему не удавалось перехватить мяч. И в итоге его опекун остался свободным и попадал в свободную трёху. Он перестал этим злоупотреблять. И в целом он именно в более физической манере, как мне показалось, обороняется. И мне классно, что он нашёл какое-то своё призвание. И даже вот получая менее серьёзную роль, как ты правильно отметил, по средней минуты, при всём при этом он остаётся очень полезным игроком для своей команды в те минуты, когда там многие ребятки у них отдыхают. По поводу остальных игроков Clippers, что мне хочется отметить. Есть некоторые аспектики, которых команда ещё может стать лучше. Во-первых, это Терренс Мэн и его дальнобойность, так называемая. Потому что пока что у него в этом году не всё так классно. 23% суммарно по сезону. И вот в декабре, коли мы берём это за отметку, всё-таки победная серия команды именно сюда в основном пришлась. У него всего лишь 30%. Он попал 9 из 33. И в целом мы говорим про человека, который в прошлом году попадал 39. И ему нужно восстанавливать свой бросок, потому что это тоже откроет очень много запертых дверей для атаки Clippers. Это вот первый аспект, в котором, мне кажется, Мэну нужно становиться лучше. И в целом такой вектор направления его броска сейчас, наверное, положительный. Но насколько положительный, это вопрос открыт. И хотелось бы, наверное, немного побольше. Относительно ротации на форвардах у меня есть вопросики. Потому что мы уже, наверное, знаем, да, в большинстве своём, что PJ атакеров вывели из ротации. Сейчас минуты на позиции форварда в основном отводят Коби Брауну, новичку. Команды которой нельзя сказать, что играет прямо очень хорошо. Но старается, пытается что-то на себя взять. Также минуты на этой позиции берёт Амир Кофи, который в этом плане тоже поприятнее выглядит именно в последние игры. Но это о многом говорит с точки зрения ротации Clippers на форвардах. Самая слабая, наверное, сторона команды на данную минуту. Если вот опять же мы абстрагируемся от условных Кавайа с Полом Джорджем. Надо что-то делать, мутить обмены. Стоимость такера именно по его контракту довольно высокая. То есть за него можно будет получить игрока с довольно солидной платёжкой. У такера в этом году 11 миллионов. У него опция игрока на следующий год на 11,5. Что, наверное, делает его обмен сложным. Потому что, ну, на мой взгляд, контракт такера сейчас в топ-5, а может быть, даже и в топ-3 самых сложно обмениваемых. С другой стороны, в пакет с ним можно закинуть условного Боунзе Хайлэнда, который тоже выпал из ротации Тайрона Лю. На мой взгляд, несправедливо. Но, опять же, кто я такой, а кто Тайрон Лю? Вокруг этого можно будет какой-то пакетик построить. У Клипперс уже и так пиков нет. Если такие-то там супердальние, но на месте менеджмента Лос-Анджелеса при всём желании Баумера побеждать прямо здесь, прямо сейчас, я бы не стал делать. Потому что это слишком опрометчиво. Если Лейкерс в прошлом году умудрились у себя сохранить такие активы и, ну, не отдать их Дэнни Эйнджу, который в плане пиков тот ещё цыганьё. Но вот я желаю Клипперс вот плюс-минус таким же путём пойти и, может быть, приправить всё это пиками второго раунда, которых тоже у Клипперс не так много осталось. И всё-таки сделать упор на то, что, ребят, посмотрите, какой у нас тут классный есть молодой Хайланд. Да, у нас он не играет, но в вашей команде вот точно раскроется вот вообще 100%. Можно ещё также задуматься об обмене кого-то из своих центровых, опять же, если подойдёт какая-то сделка неплохая. Потому что всё-таки иметь одновременно у себя и Зубаца, и Тайса, и когда выздоровеет Мейсон Пламли, мне кажется, это непозволительная роскошь для команды. Поэтому вот такие мысли, вот такие, может быть, какие-то аспекты, в которых Клипперс могут стать лучше. Во всём остальном Клипперс молодцы. Последние две недели это однозначно самая горячая команда ассоциации. Хочется верить, что всё-таки здоровье команду не подведёт. Конечно же, в первую очередь это касается Кавая. Да и Пол Джордж, на самом деле, у него были несколько мелких таких болячек. Он, по-моему, один раз ногу неправильно как-то поставил и подвернул её впоследствии. Но всё равно пока что лишь две игры пропустил. Поэтому надеюсь, что в плане здоровья всё так у команды и останется пуш, какая бы команда ни была. И в любом случае я ей желаю того, чтобы игроки оставались целыми и невредимыми. У тебя есть, Серёж, что-либо добавить по Клипперсу? У меня, наверное, последняя, это любимая рубрика, которую многие считают в комментариях душной. Это разбор по плейтайпам и вообще в какой баскетбол Клипперс играют. Но я её напоследок оставлю. Серёж, какие у тебя мысли относительно того, что я сказал? И ролевым Клипперс тебе есть что добавить? Слушай, ну я вот начал говорить. Граждан один из вопросов для меня в скамейках. Просто потому что есть травмированные игроки, как ты сказал, есть игроки, выведенные из ротации, как BJTacker. Но на бумаге там достаточно людей, чтобы иметь нормальную ротацию из 9-10 человек надёжных. Для меня вопрос, почему за пределами Аула и Уэсбрука и Тайса, который вот сейчас добавился, это не работает настолько хорошо. Мы сейчас обсудили, что Такера вывели из ротации. Другие ребята играют нестабильно. Вроде там Амира Кофи, Бонза Хайленда и так далее. Для меня интересно, как Клипперс будут усилять скамейку, потому что для меня очевидно, что напрашивается какой-то обмен. И что если все эти кусочки пазла не собираются, хранить у себя эти лишние кусочки нет смысла. Потому что если мы отсечём первую восьмёрку игроков, дальше там есть ещё минимум 3 человека, 4 человека, которые могут входить в ротацию из 10 человек в других командах НБА. А в Клипперс либо не получают минут, там как BJTacker, да, или как один из трёхцентровых, видимо это будет Тайс или Пламли, когда Пламли выстрелит. И не получают свои шансы они в Клипперс или играют нестабильно, играют маленькие минуты и ими недовольны. И я думаю, что в итоге для Клипперс будет одна из ключевых задач, что найти себе ещё хотя бы одного реально стабильного и реально полезного человека на скамье. Ну просто потому что я не верю, что команда с Каваем Харденом и Полом Джорджем пройдёт весь сезон без серьёзных травм, не использую для них load management и наигрываю их 34-35 минут за игру, как сейчас. Ну я правда не верю. Не потому что я там скептик или я хочу, чтобы у них что-то было дальнее, я хочу, чтобы они были здоровы, а мне всё очень нравится. Но я не первый год смотрю НБА и знаком с их историей травм. Поэтому для меня было бы интересно посмотреть за развитием истории со скамейки, но мне кажется, это будет намного-намного позже, ближе к дедлайну уже, где-то там в январе и так далее. По поводу центрового, я не думаю, что менять будет Тайс, потому что всё-таки у него контракт маленький. У Пламли, например, на 5 миллионов, у Зубица на 11 миллионов. Я, может быть, даже в сторону Хорвата бы смотрел за него, может быть, даже активы какие-то получить, которые впоследствии можно будет потом использовать для дальнейшего усиления. Например, что первое у меня всплыло в голове, конечно же, это мой родной Даллас, который, я думаю, с руками оторвёт Зубица за условный обмен с участием Решёна Холмса и парочкой пик второго раунда. Я думаю, такая сделка может всех удовлетворить, потому что Тайс неплохо залетел, на самом деле, и даже какие-то трёшки попадает с 47%. И в целом, просто почему я Пламли оставил, потому что среди остальных центровых он даёт Клиперс возможность играть очень неплохие шорт-роллы. Да, Зубица в этом плане в последнее время, наверное, развивается в лучшую сторону, но с Пламли вообще не сравнится. Не зря вот этот вот Мейс Налёрт появился, да, мем на взял мяч условным, да, когда Пламли брал мяч в руки и начинал там даже иногда дирижировать атакой. И, ну, конечно же, в Клиперс ему такое никто не будет позволять, но вот как шорт-ролл опция или даже хэнд-офф опция, это очень было бы неплохо, потому что даже без него Клиперс показывают третью эффективность хэнд-оффов, но по частоте они лишь 29. Я думаю, что Пламли в этом аспекте может и больше разнообразия добавить, и качество улучшить, и впоследствии количество, потому что, ну, это может быть очень неплохой опцией под условно вот того же самого Пола Джорджа, почему бы и нет. Другие какие-то интересные наблюдения, которые я нашёл в плейтапах, это очевидное лидерство Клиперс по изоляциям, но меня удивил не факт того, что они лидируют, а то, насколько они эффективны. То есть они первые по их количеству, больше 11% у них таких владений, и они вторые по количеству очков в среднем набираемых за одну изоляцию, 1,11%. То есть это большее количество очков, чем в одном из самых эффективных в типе владения, то есть транзишн условный, да, быстрые отрывы, у большинства команд ассоциации. Также они третьи по количеству очков, набранных в пик-н-ролле, где завершает болгхендлер. Это, в принципе, очевидно за счёт того, что всё-таки в команду присоединился Харден, один из лучших пик-н-рольщиков ассоциации. Но, опять же, они пока это не часто делают, хотя, опять же, тенденция скорее идёт вверх, нежели вниз после прихода Джеймса в команду. А так, посмотрим, что будет дальше у Клипперс. По календарю я не могу сказать, что у них тут всё как-то будет очень простенько, потому что следующие две игры у них против Оклахомы и Бостона. До Нового года также ещё будет Шарлотт и Мемфис, на которых можно будет очередные победы нашакалить. Но, в целом, опять же, за Клипперс сейчас очень интересно наблюдать, что мы, конечно же, продолжим делать. Вот, ну а мы теперь отправляемся в Бостон. Я тебя остановлю на секунду, и мы отправимся в Бостон. Я как раз хотел сказать, что вот игра Клипперс и Бостон, мне кажется, это такой маст для просмотра, который будет через пару дней. Если все будут здоровы, и никто там не будет давать день для отдыха, это должна быть прям суперинтересная игра для меня. Вот, это первая мысль. Вторая мысль про Тайса. Я суперсогласен, что он прекрасно зашёл. Вообще, один из моих любимых центровых. Я очень хотел, чтобы он вернулся в Бостон, и мы посадили на дальний конец лавки Корнета. К сожалению, не сложилось, но я когда вижу, как он классно раскрылся в Клипперс, у меня прям душа радуется. Чемпион мира, доминатор на уровне Фиба, и теперь лучший друг Джеймса Хардена в пик-н-роллах и нападении в Клипперс. Другого от болельщика Бостон не мог ожидать. Ну и, в принципе, это идеальная подводка к тому, чтобы начать обсуждение с Celtics, который на данную секунду является лучшей командой ассоциации с показателем 21 победа и 6 поражений. Можно просто было сказать, чего можно было ожидать от команды с такой стартовой пятёркой, но обо всём по порядку. И про эту пятёрку закинем некоторые прикольные циферки, которые, я думаю, вам будут интересны. А если какие-то другие такие продвинутые статистики закинуть, то Бостон — это единственная команда ассоциации на данную секунду, которая входит в топ-5 и по атаке, в котором они занимают пятую строчку по оффенсив-рейтингу, и по защите. У них четвёртый оффенсив-рейтинг, нет-рейтинг у них, на удивление, не первый, а всего лишь второй. И по этому аспекту не помню, кому они уступают. Сейчас обязательно информацию проверю. Но в целом то, что Бостон настолько монолитный, это не должно вызывать никаких удивлений. Но можно покопаться в игре команды, чем мы сейчас с удовольствием займёмся. И некоторые интересные истории найти я вот для себя, наконец-то, подчерпнул. Некоторые из них касаемо и, может быть, каких-то аспектов, которые команда наигрывает, и конкретно некоторых персонажей. Но для начала, конечно же, Серёж, ты болельщик Celtics. Я думаю, ты очень много игр в этом сезоне смотрел. Какие у тебя общие впечатления от перформанса команды на старте сезона? Доволен ли ты тем, что видишь? Или тебе кажется, что всё равно рано расслаблять булки, так сказать? И можно даже свою команду в некоторых аспектах покритиковать? Слушай, точно рано расслабляться. Только Лейкерс вешают баннеры нынче за победы в регулярном чемпионате в ноябре. Как вот болельщик Бостона не мог другого сказать? Наверное, тебе просто не нравится, что у них терформально титулов больше, чем у Бостона. Ну, ладно, это я на самом деле шучу. Конечно же, я не буду приравнивать титул в турнире равносильного чемпионата. Но другого от тебя не ожидал, так скажу. Ну, я думаю, что ещё большой вопрос, как считать титулы, добытые игроками Миннесоты в Миннесоте, и как их сравнивать с бостонскими титулами в Бостоне, и какую ещё можно арифметику болельщикам Лейкерса придумать, чтобы наконец-то Бостон обогнать, так им хочется. Без проблем. Можно ещё летние лиги посчитать. Я думаю, там Лейкерс тоже может быть преимущество. Там каждый год кто-то загорается. Супер, супер. Было бы я... Я не против. Кто-то может потом в комментах написать, у кого больше всего титулов в истории, если ещё летние лиги считать. Думаю, хорошо получится. Да, про Бостон. Мне нравится, как играют команды, естественно, но также я вижу некоторые вещи, которые с прошлого сезона не изменились, и они меня напрягают, и они у меня вьетнамские флешбеки от всех поздних стадий плей-офф последних лет возвращают. Да, вот совсем недавно игра с Golden State, это классика. Воспоминания четвёртой игры финала 2022 года остаются со мной. И супер свежи. Спасибо Стефу. Прекрасный матч провёл. Но если говорить конкретно про Бостон, я бы просто начал с того, что Бостон супер монолитный. Это правда. И у Бостона вот такие были высокие ожидания от первой шестёрки игроков. Так они хороши и оказались. Более того, у Бостона оказался ещё седьмой игрок, который явно выше квалификации, чем та роль, тот уровень, который он получает. Это сам Хаузер. И в итоге вот эта вот семёрка, на мой взгляд, это лучшая семёрка в лиге. Если взять все команды, отранжировать первые семь игроков в ротации, то нет ни одной команды на том же уровне, на котором Бостон. Проблемы начинаются, когда кого-то из этой семёрки нет. И пока более-менее везло с травмами. Парзингис выбывал. У Дерека Уайта ребёнок рождался. Но в целом все почти всегда доступны. Все почти всегда играют. Но как только одного человека из этой семёрки нет, а если двух, то совсем печально, сразу начинаю замечать проблему, потому что большое количество игровых минут достается в скамейке более глубокой, а там всё достаточно грустно, и какого-то большого количества помощи я вот не жду. Вот я говорил про Тайса. Не только потому, что Тайс классный, просто потому что, да, на эту скамейку после Сэма Хаузера, начиная там с восьмого, девятого номера ротации туда, любой приличный игрок зашёл бы просто на ура. В любой позиции. В принципе, не важно. Поэтому, да, в зависимости от лидеров, она налицо. Это первое. А второе, это то, про что мы летом говорили, когда обсуждали лучших лёгких форвардов, тупость Тейтума. Она тоже никуда не пропадает. Он суперклассный игрок, но вот иногда ему очень захочется выбросить 6 из 20, и ему всё равно, что с ним на паркете ещё три Олстара бегают, и ещё Дерек Уайт, который лучший сын в карьере проводит. Когда какой-то из этих факторов активируется, у меня ожидает довольно печальный просмотр матча, потому что чаще всего это видно с самого начала. Когда Тейтум начинает бросать свои кирпичи в первой четверти, уже сразу понятно, что, скорее всего, он не перестроится. Или когда я вижу, что, не знаю, сегодня в заявке нет двух игроков из первой семёрки, я тоже понимаю, что может быть больно, может быть больно. Но когда все на месте, когда Бостон играет, Бостон играет суперклассно для меня как для фаната Бостона, и Бостон играет суперклассно для меня как для человека, который смотрит НБА, анализирует и многое изучает, просто потому что игра суперсбалансированная. А лидеры сумели поделить свои роли без эго. Джейлен Браун тот же, он пожертвовал большим количеством своей статистики. И Парзинго спрашивает меньше, чем обычно. Холидей набирает 12-13 очков и не является основным разыгрывающим, в том плане, что он не основной болтхендлер, а большую часть своего времени на площадке. Но он там тоже нашёл роль под себя, он стал лучшим подбирающим. И то, что он делает в плане работы на счетах и в целом в защите, на мой взгляд, просто выдающийся уровень в этом сезоне. Как у него большая часть карьеры и была, но в этом году, мне кажется, он ещё один шаг вперёд совершил, потому что в атаке его роль уменьшилась, и он стал ещё больше сил в защите отдавать. Все эти небольшие моменты, как полная противоположность тому, что мы сейчас обсуждали с Клиперс, где есть четыре звезды. Они нашли свою гармонию, но они нашли её в бесконечных изоляциях человека-системы. И насколько гармонично для меня выглядит стартовая пятёрка, шестёрка Бостона. Насколько там все игроки хорошо взаимозаменяемы, насколько классно они потеряли роли, как хорошо ходит мяч. За всем этим интересно наблюдать, потому что мы видели с тобой много-много суперкоманд, собранных естественным путём, через обмены, подписание свобственных агентов. И там почти всегда, за очень редкими исключениями, это потоки изоляции, это банды в духе два суперигрока и кучка ребят из G-лиги, да, или ветеранов на минималках. И баланса почти всегда не хватает. Очень сложно получить команду, где у тебя есть много звёзд, но при этом всё настолько сбалансировано, и гармонично именно на паркете, да, не на бумаге, не в бокс-скоре, когда ты заходишь посмотреть статистику, не в турниры и таблицы, а просто во время просмотра игры. Сам рисунок игры и то, что происходит на паркете у Бостона кардинально отличается от любой суперкоманды, которую я видел, кроме Golden State и San Antonio 2014, если брать за последние 10-15 лет, Бостон, он ближе к Golden State и San Antonio 2014, чем к любой другой команде, которая имела много звёздных игроков и добивалась успехов в последние годы. Как-то так, немножко сумбурно сегодня, но у меня много впечатлений, мы давно не общались, давай сейчас потихоньку разбирать. Давай с удовольствием. По поводу Golden State интересная аналогия, но точно не в плане атаки, потому что у Golden State были своеобразные владения, которые они очень сильно любили и жёстко эксплуатировали, как те же самые там хэндоффы, оффскрины, спотапы. Бостон, я опять же, когда шёл по плейтайпам, всеми любимыми, да, при подготовке к этому выпуску, я понял, что только в двух типах владения есть какие-то жёсткие аномалии в плане Celtics, то есть Бостон пятый по изоляциям, по их количеству, и одиннадцатый по их реализации, что тоже объяснимо, то что когда у тебя такое большое количество таланта, ну именно, которые способны зарешать один в один, грех этим не пользоваться. Ну и к тому же, Тейтум никогда не чурался таких владений, Брауну тоже нужно подкармливать, чтобы у него оставалось желание выкладываться в обороне, а под другие владения он не всегда хорошо заходит. И вот другая аномалия, это то, что у них вообще не играются хэндоффы, они худшие как по их количеству, так и по их реализации, следовательно, решение их не играть абсолютно справедливо и адекватное. Во всех остальных типах владения Бостон всегда в середке, по реализации всегда в топ-10, в топ-12 за редким исключением. Если тебе нужен спот-ап, у тебя есть Тейтум, который в этих владениях хорош, у тебя есть Парзингис, который может стоять там в двух, а то и даже и в трех метрах от дуги, следовательно, растягивая пространство в атаке под забегание, под кольцо того же самого Брауна и Тейтума, и это классные опции. Если мы говорим про спот-апы, то как здесь не отметить Дрю Холиде? Помните, в начале сезона я говорил, что самый большой апгрейд, который получает Бостон в размене условном, да, с Марта на Холиде, это то, что Дрю сможет вот эти владения и свободные трехи реализовать гораздо эффективнее, нежели Маркуса получалось. И подтверждение моим словам, его статистика у Холиде 1,3 очка за одно владение спот-апа, у него в среднем по 3 таких владения за игру, и в целом только там у 10% игроков именно эффективность таких владений в ассоциации лучше, чем у Дрю. Хорошо, если вам не нравятся спот-апы, у вас теперь появилась опция в пост-апах, потому что в прошлом году такой, в принципе, возможности у Бостона особо не было. Ну, не старого же Элла Хорфорда туда загонять и просить, чтобы он что-то исполнил. Элл, может быть, на это и способен, но тогда сколько игр от Элла вы получите. А теперь у вас есть Парзингис, который в прошлом году в этой статистике был один из лучших, в этом году продолжает подтверждать свое звание одного из топовыйших пост-апперов ассоциации. Он третий в ассоциации по количеству очков в среднем за пост-ап, чуть-чуть меньше 1,4 очка за владение, и при этом он уступает только Букеру и Шею Гилджису Александру, у которых на двоих суммарно меньше пост-апов, чем у одного ЛТШ за игру, у которого 2,6 пост-апа за игру. Если вам не нравится даже это, окей, сбивайтесь на какие-то примитивные владения от Тейтума и Брауна. И да, по поводу Брауна чуть попозже поговорю, потому что у меня вот по поводу него больше всего вопроса. Но Тейтум продолжает оставаться одним из самых лучших игроков ассоциации. Конечно, я его имя очень редко упоминаю в контексте награды за MVP, и может быть Сережа эту сегодня риторику немножечко поменяет, когда мы до этой гоночки доберемся, но тут скорее сказывается тот факт, что просто многие его сокомандники поджирают внимание с него, и нету вот истории типажа Эмбида, типажа Йокича, когда все-таки есть один центр вселенной в команде, вокруг которого ну абсолютно все вертится. Это все-таки не Тейтум, несмотря на то, что цифры у него все еще монструозные, и он все еще является все-таки главной движущей силой атаки Бостона, которая, как я уже говорил, очень эффективна. И опять же, это в основном забестигается за счет стартового состава. У нет рейтинга, у стартового состава плюс 19,6 среди всех составов, которые суграли за этот сезон, больше 150 минут, это третий показатель. То есть, действительно, стартовая пятерка Бостона очень устрашающая, очень разнообразная, как в атаке, так и в защите. Против них очень сложно атаковать, потому что Бостон способен как будто разменивать вообще все на всех. Единственное такое слабое звено окажется Парзингис. И то, тот, как мне кажется, по тем играм, которые я видел, стал гораздо лучше на выходах на дугу. Его гораздо сложнее стало обходить на первом шаге. А даже если проходишь, то всегда за счет обороны из углов там выскакивает тушка в лице Деррика Уайта, который может словить фол в нападении. То же самое касается Дрюхольда, который еще более физически активный. По поводу Брауна стоит, у меня даже промолчу, потому что поговори, там они на два, а то даже и на три дюйма выше упомянутых защитников. В общем, стартовый состав Бостона это пушка страшная. Я, честно говоря, не знаю, как вообще эта вся история будет противодействовать в плей-офф. До плей-офф, конечно, надо дожить. И опять же, будем учитывать тот факт, что все-таки может кто-то сломаться. Я, ну опять же, так косо посмотрю в сторону Кристопса. В любом случае, желаю ему здоровья, как и вообще всем игрокам ассоциации. А то мне иногда в комментариях пишут, что кому-то конкретно желаю. Нет, ни в коем случае, ребят, всем игрокам здоровья, счастья и, как говорится, peace and one love. Но в целом в плане здоровья Бостон, наверное, даже, может быть, вызывает гораздо меньше опасений, чем их конкуренты. Браун. Браун среди этой пятерки, наверное, для меня кажется самым слабым звеном. И в целом цифры это подтверждают. В плане эффективности он немножко просел по сравнению с прошлым сезоном. Я знаю, что Джейлен сам говорит про то, что он проводит лучший год в своей карьере. Это далеко не так. То есть, ладно, допустим, его средняя результативность упала на 4 очка из-за того, что теперь пришли в команду Парзинги с Холидеем и ему нужны броски. Окей, без проблем. Меня такая аргументация полностью устраивает. Проценты у него просели. С игры он бросает на полтора процента хуже из-за дуги. Чуть-чуть совсем. Тут буквально сотые значения, но все равно остались у него тут 33 процента, которые элитными показателями никак не назовешь. И он берет по 6,5 бросков за игру из-за дуги. И, ну, с такой эффективностью это довольно слабо. Но самая главная цифра, которая вот подтверждает мой скепсис с его стороны, это его разница на трейтинге от командов на трейтинге. Команда с ним играет хуже на 2 очка на 100 владений. Кто-то может сказать, что это всего лишь одно владение на 100 владений. Марк что-то докопался до бедного Джелина. Но на фоне остальных ироков старт, да, то есть у Тейтума это плюс 0,1. Окей, более-менее соизмеримо. У Холиде плюс 4, у Деррика Уайта баснословный плюс 12, у Кристоса Парзингиса плюс 1. Разница заметно ощущается. А еще добавляем тот гонор, который у Джелина Брауна в последнее время появился. И вот последняя игра против Голландстейт, где он показывал знак слишком маленький Стефну Карри буквально там за пару минут до того, как Карри убил Бостон своей вот этой вот трешечкой клачевой. Это тоже как лакму своя бумажка того, как Джелин Браун себя в последнее время оценивает и насколько все-таки мне кажется в своих же собственных глазах он себя переоценивает. Согласишься ли ты со мной по тем тейсам, которые я взял? Ну и все-таки я бы хотел, чтобы ты под микроскопом в первую очередь Джелина Браун рассмотрел и согласен ли ты с моими претензиями в его сторону? Слушай, нет, я не соглашусь. Какие-то вещи мне кажутся разумными, но я бы сказал, что нужно понимать, что мы говорим про команду с большим количеством людей в ней и с большим периодом адаптации. Про Джелина Брауна вот сейчас так говорят и такая риторика есть только потому, что ему летом выписали здоровый контракт, он провел неудачную седьмую игру против Хит, и теперь каждая его статистическую цифру рассматривает на микроскопом, пытаясь в этом найти повод для критики или повод для того, чтобы сказать ага, он там осознался, еще что-то, еще что-то. По факту Джелин Браун просто разгоняется в этот сезон и на старшем сезоне у него много времени ушло на адаптацию, просто потому, что, как ты правильно сказал, Браун любит изоляции и любил в прошлых сезонах и он был одним из самых надежных игроков Бостона, особенно в плей-оффе, он там по карьере в важных матчах, в важных сериях чаще всего был лучше и Тейтума, если мы не берем прошлый год. В финале там 22-го года Браун был в принципе главной надеждой Бостона, он знает, как набирать очки сам, но он наиболее ограниченный игрок в атаке из всех звезд Бостона в плане того, что делать без мяча, как помогать заигрывать партнеров и как к ним адаптироваться. Когда у Джелина Брауна в прошлом сезоне была задача быть там игрок функции, ты идешь и набираешь очки, он набирал 27 очков за игру, 26-27. Немногие в НБА в такой побеждающей команде как Бостон в контендере это могут делать. Немногие. Но в этом сезоне у него нет этой задачи. Ее просто нет. Потому что если Джеймин Браун будет бросать 21 раз за игру, замыкать на себе движение мяча, то у Бостона не будет никакого шанса раскрыть полноценно Пашлингеса, раскрыть полноценное Холидея, продолжить давать Терри Куайту его шансы на рост, которыми он великолепно пользовался. И я вижу, что Браун не глупый игрок, он это понимает и первые месяца полтора он довольно сильно адаптировался. В первую очередь он адаптировался к наличию Пашлингеса, потому что теперь когда Браун с мячом, когда он с мячом в усавт на входе в двухочковую зону, раньше чаще всего его любимый плейбук был бы используешь заслон, проходишь под кольцо, потому что он прекрасен в силовых проходах, либо бросаешь трешку. Сейчас, и это было видно в начале сезона, каждый раз, когда он шел в это игровое действие, ему заслон ставит Парзингис, и он каждый раз стоит и думает какое-то количество секунд, доль секунд, видно, как он думает, он пытается понять, что будет лучше для команды. Нужно ли ему сейчас кинуть трешку, нужно ли ему пойти под кольцо, или ему нужно отдать мяч Парзингису. И тот рост, который он показал в связке, в первую очередь с Парзингисом, в цифрах оценивать очень сложно, но визуально, если ты смотришь матчи Бостона, сейчас это главная и самая любимая парочка с точки зрения взаимодействия на корте во всем составе Бостона. И для Джейлина Брауна это впервые происходит. Почему? Потому что у него никогда не было вот такой парной игры вместе с Тейтумом. Они играли параллельно. Либо один из них делает изоляцию, либо второй. У них не было в плейбуке Бостона практически никаких комбинаций все предыдущие сезоны, которые бы задействовало одновременно Тейтума и Брауна. Их было очень мало и это была большая редкость. Сейчас Браун впервые в своей карьере в такой ситуации, когда он при пик-н-ролле или при изоляции или при быстром отрыве или просто при переводе мяча на чужую половину является основным болхендлером. Его майнсет такой, что он может реально заигрывать в комбинации сильного, атакующего, большого, который может набирать очки в другом стиле и из других зон по сравнению с тем, что может делать Джейли Браунт. Этого с ним никогда не происходило, просто потому, что он не застал Элла Хорфорда в молодые годы и просто потому, что он исполнял другую функцию. Соответственно, его адаптация к функции это первая часть того, почему там цифры, которые ты меня называешь, могут быть не очень хорошие. Я тебе назову другие цифры. Последние пять матчей Бостона и даже тот самый матч, который был против Голден Стейта в этой игре, Джейли Браунт был лучшим игроком Бостона на паркете. Он играл охрененно и в последних пяти матчах, и можно выше даже взять, я думаю, что там в последних десяти будет статистически похоже, у него 25,5 очков за игру, 5,5 передач, 5,5 передач этот человек никогда в своей карьере не имел отрезка из пяти или больше матчей, в котором у него было бы хотя бы четыре с половиной передач за игру. Никогда. Он никогда за сезон не отдавал сильно выше трех передач за игру. У него в последних шести-пяти играх в среднем близко к шести передачам за игру просто потому, что он меняется как игрок и он растет как игрок и он меняет свои функции. При этом проценты на вот этом отрезке 52% с игры, 85% штрафных. Да, трешка у него не летит стабильно, тоже там те же самые 33%. Но, если честно, в Бостоне есть кому это делать и вот это единственная часть, с которой я согласен, что Браун второй год подряд бросает 33% трех, хотя до этого приучил нас, что он будет там делать 37-38 и выше. Это ощутимая потеря, но я это еще сравнивал со сложностью бросков. Я недавно видел топ-10 в лиге по самым сложным трешкам и Джеймин Браун там был. Из забавного там был Кевин Дюрант на третьем или четвертом месте по сложности и он, по-моему, тоже третий или четвертый в лиге по проценту, что-то близко к 50% бросает, имея одни самых сложных бросков. Ну, Джеймин Браун не Кевин Дюрант, вот что мы можем узнать из этого графика. Повд ли это его ругать, говорить, что он там зазнался, несерьезно относится. Я бы сказал, нет. Для меня он абсолютно точно второй игрок команды и для меня супер важна его динамика с Парлингисом, потому что она позволит ему и Парлингису стать лучше. И мне не важно, если он закончит сезон, набирает 22 очка за игру вместо 27. Может быть, это будет ему стоить попадание, не знаю, в Ол-МБА. Окей, он свой контракт уже получил. Для меня важно, что он в этом году имеет все инструменты, чтобы быть более сильным игроком, чем он был в прошлом году, набирает 27 очков за игру. При этом я не считаю, что он в атаке хоть в каком-то аспекте стал хуже. На мой взгляд, он продолжает развиваться. Хорошо, по Брауну я тебя услышал. Давайте переметнемся в сторону скамеечки, потому что, опять же, если мы критикуем глубину Бостона, то надо по фактам что-то предъявить. Кэллу Хорфорду, мне кажется, нет никаких претензий. Человек выходит на 27 минут со скамейки, часто подменяет кого-то в старте, когда кто-то пропускает. И в основном, конечно же, это Кристопс, но уже успели там, например, пропустить две игры Холидэй, три игры Уайт. И Хорфорд всегда является опцией номер один со скамейки. И девять уже попаданий в старт у него было. К нему вопрос в ноль. Так же, наверное, как и Каузеру, который второй по количеству минут со скамейки. У него 23 минуты в среднем. Он попадает 43% на 6 попытках за игру, когда выходит. И в целом, вроде к нему тоже не должно быть никаких нареканий. Качественно выполняет свою работу 3D-исполнителя. Конечно, может быть, в обороне не самые классные показатели у него. Но при этом, когда человек на паркете находится в атаке, все у команды хорошо. В защите, конечно, привозит, что привело к тому, что у Хайзера отрицательный показатель именно вот нет-рейтинга с ним на паркете и без него минус полтора. И он вот попал в элитную компанию, да, Джейлина Брауна, там, Люка Корнета, которого ты не любишь, Ашея Брисетта, Ламара Стивенса. Так, в целом, в других аспектах Хайзера вопросов ноль. К Причарду уже вот начинаются вопросы лично у меня. Мне хотелось бы от него увидеть больше агрессии и лучшая реализация. Он очень нестабилен. У него часто чередуются игры, где он может наварить там 15-20 очков в следующей игре. Он закидывает какие-то один из семи. Реализация в краске у него отвратительная. При этом, опять же, может быть, я много прошу от человека его габаритов и все-таки с его цветом кожи, но, извините, человек получил продление довольно большое этим летом и организации на него закладывались, но, к сожалению, пока что игровых дивидендов я от него не вижу в том объеме, в который, ну, наверное, мне бы хотелось. Корнет, ты, наверное, абсолютно справедливо его покритиковал, потому что, да, конечно, все эти мемы с бесконтактной обороной, это все классно и прикольно, но нетрейтинг минус 8 с ним на паркете, в отличие от того, когда он не играет, это, конечно, грусть, печаль, тоска, но стоит отметить, что в последних играх Корнет уже не выходит и его место в ротации занял Немия Скетто, который в прошлом году за Сакрамент парочку игры провел и он вот уже в 7 играх входит на 15 минут в среднем, дает 5 плюс 6 на довольно ограниченных минутах, показывая монструозный нетрейтинг, то есть по нетрейтингу он-офф он в команде уступает Торик Дереку Уайту. Можно сказать, что это пока что всего лишь чуть больше 100 минут, проведенных на паркете и к этому не стоит серьезно относиться, но вот это одна из таких мини-историй, за которой очень пристально я бы советовал наблюдать болельщикам команды, сможет ли вот этот португальский большой закрепить свой успех и в целом демонстрировать прежнюю эффективность. По поводу остальных наверное мало что могу сказать, потому что от Долэна Бентона и Святослава Михайлюка я не могу сказать, что чего-либо вообще ждал перед царством сезона, а вот от Ашеи Брисет или Ламара Стивенса я ожидал то, что хотя бы один из них займет вот эту вот роль запасной тройки, которая будет выходить и обороняться в некоторых владениях, но пока что они оба мега-минусовые, они почти что не получают минут и в целом все это выглядит так, что вряд ли все это поменяется. И в целом да, как тебе игра запасных, давай наверное вкратце, потому что мы и так довольно распространенно Бостон рассмотрели. Ну и как вишенка на торте, можешь высказать свое мнение по поводу Мазулы, потому что в личном общении ты часто высказываешь свое негодование по поводу каких-то его решений и в целом того, что опять же все еще чувствуется проблема его тайминга в плане там взятия таймаутов, что он часто их консервирует как будто в следующих играх те таймауты, которые ты не использовал, можно будет как бы заюзать. Вот да, по глубине, по каким-то вот таким вот персонажам и по Мазуле и на этом, я думаю, блок с Бостоном будем завершать. Давай будем завершать. Я бы с Хаузера начал, ну смотри, Эл Хорфорд справляется со своей ролью великолепно, больше ничего не могу сказать. Если бы он был стартем центровым, у Бостона бы тоже все было отлично, даже без подписания по Рингесу. Хорфорд просто очень хороший игрок, даже в свои там уже много-много-много-много лет. Сэм Хаузер, да, не особенно одаренный в защите, но то, что он попадает в атаки и то, как это раскрывает Корт, как только он на паркете, он не просто бросает трешки хорошо, он бросает супердальние трешки хорошо. И он бросает как какой-нибудь игрок из 2K просто абсолютно мафталайдер. Это одна из самых прикольных техник броска трешек в лиге для меня. Но в целом он в этом сезоне стал намного лучше, он стал стабильнее, он стал больше минуты, его эффективность не просела. Это очень сложно бывает часто для игроков. Мне кажется, есть команды в лиге, где Хаузер мог бы быть игроком стартовой пятерки. Я настолько считаю, что он хороший, я считаю, что он выше уровнем, чем роль седьмого человека в ротации. но просто он играет в очень хорошей и сильной команде, поэтому останавливается на такой роли. Но я думаю, что даже помимо Детройта, Сан-Антонио, еще пары Вашингтона, за пределами Детройта и Вашингтона тоже найдутся команды, где Хаузер мог поиграть стартовой пятерки. Дальше печаль. Ну, семь человек. Причард, он не оправдывает ожидания, и когда мы летом выписали контракт, я тебе сказал, что боль. Но, к сожалению, пока боль продолжается. Возможно, в какой-то момент по ходу его контракта уже очевидно не сейчас, потому что его недавно продлили, но его обменяют. Я, если честно, не вижу ни одной причины за него держаться в долгосрочном периоде. У меня нет ощущения, что вот из него вырастет суперполезный и суперхороший игрок или игрок, который там за стоимость этого контракта будет сильно лучше, чем можно получить в среднем по лиге. Мне кажется, нет. Мне кажется, он свой шанс получить большую роль в Бостоне в этом сезоне проваливает, если честно. Не только потому, что он там не бросает суперклассную эффективность и что из-под кольца не может совершать. Просто потому, что он не имеет никакой стабильности. То есть, ты никогда не знаешь, как он проведет эту игру. Ты не знаешь, как проведет игру второй юнит, когда это твой разыгрывающий на паркете. Да, и из-за этого очень сложно на него рассчитывать. Во многих хороших чемпионских командах или контендерах когда был сильный разыгрывающийся скамей, который мог руководить вторым юнитом, давать уверенные минуты, к сожалению, не про Бостон. Опускаясь ниже, я просто согласен со всем, что ты сказал. Мне кажется, за пределами Причарта в принципе нет ограбельных персонажей. У меня были надежды на Михалюка, но человек попадает в 20% трехочковых по сезону, хотя приходил как снайпер и да, мне кажется, все остальные, так как ты сказал, от Бентона, от Стивенса, я ничего не ожидал. Они могут защищаться, но они абсолютно без броска и бросок у них не появился. Брис, это та же история. Корнет в прошлом году прикольно в мемчике залетел, но по факту неиграбельный человек для серьезных матчей. Как там, талисман прикольно, как мем, но да, и получается, что у Бостона 7,5. Людей, которые могут играть в баскетбол на серьезном уровне НБА с половиной, потому что я не знаю, какая половина Пейтона Причарда в каждой отдельной игре появится, полезная или бесполезная. Ну как-то так, про Мазулу на самом деле сейчас ничего даже плохого не скажу в начале сезона. Я еще на фоне прошлогоднего плей-офф мог тебе писать что-то про его тайм-ауты, но, во-первых, мне кажется, что я привык. У меня пошло принятие того, что гиг, когда команда так побеждает и имеет такой результат и человек имеет поддержку изнутри организации, ну его точно не поменяют, а если его не поменяют, зачем мне сильно о нем переживать? Это первая мысль, вторая мысль, да, он стал лучше. Не сильно, но я вижу, что пытается учиться и какие-то вещи у него лучше получаются. Ну и, наверное, третье это то, что в этом сезоне из шести поражений Бостона может быть только одно или два можно было избежать, если бы Мазулу там взял во время тайм-аут или не протупил бы с ротацией, как в какой-то момент. А гораздо чаще это либо на игроках, либо соперники играли лучше, и такое тоже бывает. Да, я хотел сказать, что мы заканчиваем про Бостон, но мы не поговорили про Дерека Уайта. Дерек Уайт, на мой взгляд, заслуживает того, чтобы про него отдельный такой выпуск на пару часов записать. Мы, конечно, этого сейчас не будем, но просто хочу обратить внимание, что человек показывает абсолютно невероятные цифры для своей роли. Вы нигде не найдете пятого игрока в ротации по роли, который набирает 16,5 очков за игру, 4 подбора, 5 передач, 2,5 перблока в сумме, выжигает все в защите, защищается против четырех позиций, с первого по четвертый номер он может брать на разменах, выжигает все в атаке, как был хендлер, причем он как был хендлер в пятерках, с Джу Холидеем доминирует на Джу, он чаще инициирует розыгрыш, где, казалось бы, Холидеем и опытнее, и статуснее, и он делает это успешней, у него пейсинг куалити в этом сезоне, он у него и так всегда был как минимум в последние три года в списке 15 лучших процентов игроков НБА, в этом сезоне он принялся в 8 процентов лучших игроков НБА по пейсинг куалити, и это еще не все, его проценты бросковая линейка, просто на уровне супергвезд, он в этом сезоне имеет трюк рутинг, чтобы вас не обмануть, 66 процентов, это на 6 процентов больше, чем было в прошлом году, когда он уже был безумно эффективным для четвертого, пятого игрока ротации, я реально предлагаю людям открыть любые статистики, любые таблички, не только этого сезона, а, не знаю, давайте за последние 10 лет современной НБА попробовать найти пятого игрока команды, у которой бы играл на уровне Дерри Куайта, потому что Дерри Куайта играет на уровне третьей звезды, но является пятым, потому что в команде есть еще Холидай, в команде есть еще Парзингис, есть Браун и Тейтум, но он настолько вот оверперформит, что я не могу это не отметить, и в начале сезона, когда его не включили там в топ 100 лучших игроков, это окей, я это понимаю, он абсолютно не медийный персонаж, но если просто смотреть матчи НБА, не обязательно быть болельщиком Бостона, смотреть хотя бы 7-8 игроков на сезон, как, наверное, среднестатистические болельщики подключаться на интересные матчи, смотреть со стороны, нельзя не заметить, насколько хорош Уайт, просто нельзя, и я помню сейчас ретроспективно сезонный Милдоке, я помню, как он перевернулся с приходом Дерри Куайта, и тогда все говорили, ну типа, ну не может же это быть просто эффект от Уайта, это, наверное, больше эффект от того, что Джейлен Браун в Твиттере написал, что Energy is about to shift, или как там он сказал, но сейчас по прошествии двух лет я не знаю, был ли этот вид Джейлена Брауна, тренерский гений, имя Удоки, или просто способность Дерри Куайта заставлять все вокруг себя работать, да, потому что я вижу во всех ротациях, во всех сочетаниях, в любых ситуациях, в разных ролях, с разными партнерами, партнерами, плей-офф, регулярка, я не видел ни разу, чтобы человек провел две подряд плохие игры, чтобы он не был полезен, чтобы он не старался, чтобы он делал какую-то хрень, он настолько лучший уровень пятого игрока лиги, что мне реально обидно, что, я не знаю, Джордан Пу в этом сезоне получил свою команду, конечно, весело получается, но он получил свою команду, мне кажется, я бы лучше посмотрел, как Дерри Куайт получит свою команду, где он сможет, не знаю, играть так, набирать там 25 очков за игру, отдавать 8 передач. Да, это, скорее всего, будет команда бороться ни за что, за пики, но Пуайт заслуживает, потому что с такой статистикой приходит внимание людей, а играет он так, что это заслуживает внимание. Поэтому давай говорить про Дерри Куайта, пусть люди узнают его, запоминают, и может у него станет больше фанатов, почему бы и нет. Ты у меня на самом деле перехватил инициативу, потому что я хотел закончить блог Босона про то, что Дерри Куайт в декабре это что-то с чем-то, пока что в этом месяце у Деррика 21 очков среднее, 52% сыгры, 47% из дуги, 92% с линии штрафных, 4 подбора, 5 ассистов, в общем, да, на данную секунду я с тобой согласен, и это очень хороший вопрос, поделитесь своим мнением в комментариях, были ли когда-либо игроки пятой в ротации по важности, которые вот показывали то, что показывает Уайт, и на самом деле это даже спорный тезис, пятый ли он по важности, может быть, даже в каких-то аспекте, как Дрю Холлидей уже ниже в иерархии Бостона, я понимаю, что это очень спорный тейк, но развивать я его не буду, последнее, что хочу сказать, то, что вот мы говорим про отсутствие глубины, а как Бостону ее улучшить, эту глубину, могут спросить наши слушатели, к сожалению, ресурсов не очень много, потому что по контрактам, если мы не берем людей из так называемой стартовой шестерки Бостона, то тут как бы самый большой контракт у Пейтона Причарда, у которого продление только со следующего года вступает, а пока что это 4 миллиона, есть исключения на 6,2 миллиона, но, к сожалению, как этим торговым исключением можно пользоваться, это только в него зарплаты умещать и не центом больше, и если вот на это смотреть, то неудивительно, что, например, сейчас циркулируют слухи относительно Айзей Стюрта из Детройта, у которого в этом году 5 с лишним миллионов в зарплате, и его продление там на 12 с лишним миллионов только в следующем году стартует, и в целом Детройт, может быть, в этом будет заинтересован, почему мы буквально через минуту разберемся, других игроков, которые вот находятся сейчас в сливных командах и которые умещаются в это исключение, к сожалению, нет, буквально на несколько сотен тысяч через этот барьер перевалил Джеди Осман из Сан-Антони, который, мне кажется, тоже был бы неплохим вариантом для Бостона, но, к сожалению, чтобы его получить, придется давать и Причарда, еще кого-то на минималке, пойдет ли на это Брэд Стивенс, не знаю, а вообще по поводу Стивенса тоже надо его отметить и его работу ген-менеджером, потому что недавно на канале Thinking Basketball выходил вот разбор того, как в итоге получили Бостон своих основных игроков, сейчас это Уайт, это Холлида, это Парзингис путем обменов, и каких игроков они изначально там обменивали для их получения, и то есть там все начиналось там с трупа Кемба Уокера, с Ромео Лэнгфорда, из каких-то других непонятных личностей, большинство из которых уже даже нету в ассоциации, то есть там был там Джош Ричардсон, и очень много таких игроков, чья стоимость сейчас по сравнению с активами, которые Брэд Стивенс во всех этих обменов получал, но это просто какая-то пыль, поэтому Брэду Стивенсу тоже нужно выразить респект, чем я сейчас вот и занимаюсь, ну и на этом моменте давай от чего-то хорошего перетекать во что-то нечто настолько плохое, что об этом невозможно не поговорить, и конечно же речь идет о Детройте, у которых серия там из скольких уже поражений, 24 получается, рекорд скоро будет побит, и вот в данный момент, в котором мы сейчас записываем этот выпуск, у Пистон сложилась такая ситуация, что ну проиграть, наверное, уже сложнее для них, чем выиграть, потому что они играют против Юты, который играет гостевой бэк-тубэк, при том, что у Детройта было два дня отдыха, у Детройта плюс-минус состав оптимальный, в то время как у Юты отсутствует Марканин, отсутствует Джордан Кларксон, отсутствует Тайлин Хортен Такер, прости господи, ну то есть какие-то вот такие игроки, которые, ну, выходят и хоть что-то дают команде, вроде как Кейонта Джордж, главная молодая звездочка, Юта не выходит, на данную секунду, на момент записи, вот началась вторая четверть, Детройт, что бы вы думали, да, действительно уступает Юте, и боюсь, что если поражение вот в сегодняшней игре наступит, то вполне себе можно уже ставить вот это вот в букмекеры, да, недавно один из западных букмекеров выкатил такую линейку, что можно поставить на то, что Детройт проиграет каждую игру регулярки в этом году, и там коэффициент, по-моему, был там 10 тысяч или 100 тысяч, и честно говоря, это уже не звучит как-то что-то неправдоподобное, но если вам интересно общие результаты команды, то 2 победы и 25 поражений, абсолютно точно последняя строчка в ассоциации, 28-я атака, 26-я защита, и мемчик, наверное, собачки, которая сидит в середине горячей комнаты и говорит «all is fine», это идеальная иллюстрация того, что с Pistons происходит. Какие у тебя общие впечатления от команды, и вообще в целом мы с тобой недавно в личных сообщениях в Телеграме обсуждали вообще, худше ли это команда, которую мы видели на своем веку. Я продолжаю отказываться от этой идеи, потому что мне кажется хуже сливовых, нет, я не про пиво в Гарри Поттере, нет, скорее вот сливную Филадельфию имени Сэма Хинки, это очень нужно постараться переплюнуть и как раз-таки за ними рекорд, 28 поражений подряд, который был сгенерирован из двух сезонов, конца сезона, по-моему, 14-15 и начала 15-16, могу путать, но в целом рекорд принадлежит именно Хинковской Филадельфии и вот выглядит так, что Детройт вполне себе может его побить. Детройт, мне кажется, как команда не хуже той Филадельфии, но это, как говорится, можно обсудить. Сереж, какие у тебя впечатления от Pistons и согласен ли ты, что, ну, все очень плохо? Ну, да, все очень плохо. Я думаю, что они проиграют в Юте, потому что мне не кажется, что это исключительно вопрос составов и умения играть. Это еще вопрос психологии, мне кажется, там люди не верят, что они могут что-то выиграть и не уверен, что хотят тоже погасшие какие-то игроки. Я вообще от них ничего не жду, я не думаю, что они проиграют все матчи. Но мне кажется, что они имеют очень хороший шанс обновить рекорд худшего сезона НБА. Очень хороший шанс. Именно поэтому я думаю, что по впечатлениям первой треть сезона или сколько, плюс-минус, прошло, это худшая команда, которую я имел. Филадельфис Махинки была стратегическим проектом, который получил то, что хотел. Они набрали сильных игроков, они перестроились, и в том числе действующий MVP, который сейчас тоже очень хорош, это результат этого процесса. По нентендед. Здесь, в Детройте, нет никакого процесса, здесь нет никакой логики, здесь просто боль, здесь нет людей, вокруг которых можно строиться. И да, тут есть отдельные личности, которые имеют какой-то потенциал, но это не то, это просто не то. Я не вижу ни одной хорошей вещи, за которую можно зацепиться. Мы можем пойти просто по персоналиям и начать говорить про каждого игрока, и, наверное, мы это вкратце сделаем, но для меня общее впечатление это просто дно и хуже, и с каждым разом все хуже. Причем во всех планах, и в плане менеджмента, и в плане игрового. Что я имею в виду в плане менеджмента? Например, в прошлой зоне был отличный спрос на бой на Богданович, из-за него предлагали один, да и кто-то даже два, по-моему, пика первого раунда, они его не обменяли. В чем стратегия 304-летнего Богдановича держать в команде, у которой результат 2-20. Что? 5? 6 скоро. Да, вопрос один. Вопрос два. Зачем вам толпа 20-летних игроков, если первое, они не хотят биться, второе, никто из них не показывает никакого солидного потенциала. Кейт Каннингем играет более-менее сносно, но опять, я не готов оценивать его цифры в команде, которая выиграла две игры из 27. Айзай Стюарт нет. Ассар Томпсон хорошо, эффективно, хайлайты в защите. Делает в атаке, является очень ограниченным игроком. Опять, что он может дать, что ему даст этот сезон, кроме психологической травмы, я не знаю. В результате нет культуры, они не имеют стратегии и не знают, как развиваться и куда идти. Мне кажется, это главная проблема, потому что когда ты контролируемо и планируемо сливаешь, как сам Хинки, имея в голове большую картину, и в итоге спустя время видно, что это сработало, это одно. Когда ты сливаешь, потому что это просто плохая команда с плохой организацией, но не все безнадежно, как Шерлот, которые в сезоне 2011-2012 были весьма-весьма плохой командой. Но они хотя бы получили за это кембуокера. Они через полтора года после этого Элла Джефферсона, я чуть не сказал, Хорфанда, Элла Джефферсона, который залетел в ОЛМБА, и они очень быстро перестроились. Они через два года после того, как одержали семь, по-моему, побед за сезон, они были в плей-офф. И есть ли хоть один шанс, что этот Детройт через два сезона будет в плей-офф? Нет. Есть ли хоть один шанс, что кто-то из этих игроков будет Эмбидом или хотя бы Беном Симонсом образца 2017-го года? Да, это то, что получила Филадельфия за свой процесс. Тут тоже нет. Здесь все, вот все плохо. Здесь все плохо. Здесь просто набор каких-то рандомно сгенерированных в НБА тукей игроков, которыми руководит Монти Уильямс, который, мне кажется, ничего не делает, только бухает, получив свой великолепный контракт. Не знаю, может, он загрустил в пасмурном Детройте после хорошего Феникса, после Аризоны. Я не знаю. Я даже не знаю, как это структурно анализировать, потому что я обычно люблю найти к вопросу четко, найти плюсы, найти минусы, попробовать разобраться в причинах, сформулировать мысль, найти повод для обсуждения. Но здесь как бы можно посравнивать что хуже из плохого. Но не знаю, тебе как кажется. Я бы не стал быть настолько категоричным в сторону Детройта и там говорить о том, что у команды абсолютно нет шансов через год-два залезть в плей-офф. Опять же, мир НБА слишком переменчив для того, чтобы настолько далеко закладываться. Для меня абсолютно было очевидно перед стартом сезона и можете предстартовый цикл послушать. И, кстати, ему там осталось буквально 10 просмотров у центрального дивизиона, чтобы перелезть в 8 тысяч. Это станет первым циклом в истории Баскеттока, где каждый выпуск набрал больше 8 тысяч, поэтому, если можете помочь, заранее вам большое спасибо. И вы в этом выпуске сможете услышать, что я изначально говорил, что состав друг с другом несостыкуемый. Это как взять два набора Лего и пытаться из них построить из набора Лего по Гарри Поттеру и набора Лего по Мстители попробовать создать Бэтмобиль. Это просто не сработает, когда у тебя настолько все плохо с шутингом. Я об этом говорил изначально. Я изначально говорил про то, что идея заигрывать Стюарт исключительно четверки это провальная идея. Я хотя бы даже в тот момент верил, что Джо Харрис что-то из себя будет представлять и будет давать тот шутинг независимости, стартом составить со скамейки у человека 29%. Могу ли я в этом обвинять его? Конечно, да. Все-таки, мне кажется, очень сильно травма ударила по Джо и в целом он прям очень сильно сдулся из-за этого. Но при этом и снайперы такие, которые в основном набирают очки из-за дуги, они дети системы, в которой играют. И им нужны свободные броски. Какие свободные броски может создать система, которая 30-ая и по количеству трехочковых и 30-ая по их реализации? Они попадают чуть больше 33%. Чтобы вы понимали, совокупный процент попадания трех у Детройта хуже, чем у Джейлина Брауна, которого я критиковал буквально 20-30 минут назад за качество его трехочковых. Это о многом говорит. Опять же, мы можем посмотреть на симптоматику всех бед команды. Монти Уильямс, во-первых, я не думаю, что он бухает, потому что, насколько я понимаю, он человек верующий, и я думаю, что он по-другому как-то стресс пытается излить, может быть, через ту же самую религию, но в целом человек попробовал уже 11 стартовых пятерок. Это, мне кажется, о многом говорит, когда мы говорим про команду, которая сыграла лишь 27 игр. И его самый наигрываемый состав стартовый, который он пытался задрючить с первого момента регулярки, это Киллен Хейс, Кейт Каннингем, Ассар Томпсон, Айзай Стюарт и Джейлен Дюран. Он показал эффективность минус 10,1 очко на 100 владений. Это четвертый результат похреновости среди всех составов, которые отыграли больше 100 минут. Человек пытался как-то истерично всю эту историю поменять. Да, конечно, я знаю, что были травмы у того же самого Дюрана, который из этих 27 игр принял участие только в 14. Да, я знаю, что вернулся с Ромитой недавно от травмы Боин-Богданович, который, кстати говоря, на минуточку входит в пятерку лучших игроков ассоциации по количеству очков за каждое владение, которое ему даются. То есть, вы вот имеете в принципе человека, который может генерировать нападение просто в своем присутствии на паркете не за счет там ассистов, а за счет того, что он качественный наконечник и финишер с любой дистанции, опять же, с точки зрения эффективности. У Богдановича даже в таком хаотичном Детройте 50% с игры больше 42% в издуги при 7 спейн-попытках и в целом Богдановича, ну если сейчас не сливать, то, я не знаю, менеджменту Детройта нужно ставить памятник за самый тупорлый менеджмент за последние лет 5 в ассоциации, честно говоря. Надеюсь, что они сами это понимают и смогут из него получить ну хотя бы пик первого раунда, потому что сейчас вообще Детройт начинает так немножечко хаотично и истерически вести себя на рынке, потому что ну то, что сейчас с командой происходит это позор и вот мы говорим про Шарлотт Бобкеттс, да, у которых там худший показатель в истории. Тот сезон был аккаунтный, если вдруг кто не понял, 66 игр суммарно и результат у Бобкеттс был 7 побед и 59 поражений. Для того, чтобы Детройту не стать худшими, им нужно одержать как минимум 9 побед в этом сезоне. То есть оставшуюся дистанцию регулярки им нужно пройти с показателем 9 побед и 46 поражений, что будет в 3 раза лучше того темп, который они показывают прямо здесь, прямо сейчас. Возможно ли это? Я, честно говоря, не знаю, потому что сложно оценивать команду, которая спустя пару недель старта сезона подписывает Кевина, мать его Нокса, человек, на котором уже, мне кажется, даже ленивый самый человек на свете поставил крест и понял, что из этого человека толку никакого выстаться не будет. Детройт просто истерично его подписывает на рынке, просто чтобы забить хотя бы какую-то брешь, которую организовался в команде после травмы Джо Харриса. Вы пытаетесь что-то создать вокруг Каннингема, чтобы он не терял мяч в каждой и является лидером остаться по количеству потерь. Вы пытаетесь его как-то окружить шутерами. Зачем тогда ставить стартовый состав Киллиан Хейса? Я понимаю, что он стал лучше во многих аспектах игры и, в принципе, он научился хотя бы изредка попадать в кольцо, что уже неплохо, и соотношение передач к потерям у него, в принципе, 4 к 1, и Кейт Каннингем может с ним поиграть и хотя бы со стороны посмотреть, а каково это не терять мяч в каждой второй атаке. Но вокруг Каннингем нужен шутинг. У вас есть Айви, который в прошлом году неплохо показывал все это и в целом имеет бросок. Это было видно по студентам и в прошлом году. Вы сажаете его на скамейку, вы просто структурно не даете ему возможность проявиться. К чему это приводит? К тому, что даже Айви теряет свой бросок и в итоге попадает лишь 28%. В общем, очень много каких-то поспешных, мне кажется, решений в исполнении Монти Уильямса, которые, конечно же, в первую очередь именно растут из полного несоответствия состава под нынешний баскетбол. То-то и всего. Но настолько часто пытаться в какие-то эксперименты, в задвигание Марвина Бегли в стартовый состав. И с таким успехом можно даже и Джеймса Уайзмана с ним в паре выпускать. В принципе, хуже уже точно не будет. Поэтому по другим каким-то метрикам у Детройта абсолютно нет никакой дисциплины в обороне. Они худшие по количеству фолов. Они 29-ые по количеству допустимых своим соперникам штрафных. По трехам я уже сказал. По соотношению передач к потерям у них соотношение на уровне полтора. Когда мы говорим про какие-то элитные команды, но там показать должен быть в районе хотя бы 1,8-2. Если мы говорим про средние команды, на 1,7. Про плохие 1,6 и ниже. То есть Детройт хуже плохой команды с точки зрения движения мяча. Окей, вы молодые, хорошо, флаг вам в руке, бегите в быстрые отрывы и что-то оттуда реализуете. Но нет, вы лишь 11-й по количеству быстрых отрывов. Ладно, 11-й не так уж и плохо, скажете вы. Но не 26-й по количеству очков, сгенерированное за это нападение вот в быстрых отрывах. Лишь 1,7 очка за такое одно владение. У Клиперс, напоминаю, за изоляцию больше очков, чем у молодого Детройта в быстрых отрывах. В общем, очень много вопросов. И тут, наверное, все упреки на данный момент летят все-таки в первую очередь в Монти Уильямса. Мне кажется, что он в большей мере здесь жертва обстоятельств. И с другой стороны, можно сказать, что многие Монти приписывали в сильные стороны именно его взаимоотношения с игроками, то, что он психологически может до многих достучаться. На данный момент, мне кажется, последние 5 или 10 игр Детройт не стоит никак анализировать, потому что у команды просто опустились руки. И тот факт, что вот пока мы с тобой говорили, Юта улетела в отрыв на, чтобы сейчас не соврать, я скажу точный счет. А, ну Детройт уже успел вернуться, все-таки качели в той игре, но все равно они пока это Юте уступают. Не знаю, Монти, мне кажется, раздевалку немного потерял. Я бы не сказал, что ситуация настолько критическая, что его нужно увольнять. К тому же, помню, что он только что подписал один самый большой контракт в истории НБА для тренеров и неустойка там будет ого-го какая. Я не уверен, что владельцы Детройта захотят платить те деньги, которые есть вот в контракте Уильямс. Каким для тебя видится выход из этой ситуации, если он вообще есть там? Опять же, ну и с точки зрения Монти Уильямса, как тебе кажется, что бы ты на его месте делал? И в целом, опять же, ну и вот по индивидуальностям ты слишком, мне кажется, категоричен был. Неужели тебе нечего хорошего сказать там про того же самого Джейлена Дюрена, который, да, пропустил много игр, но при этом является классным пик-н-ролл центровым, который дает дабл-дабл, который при этом очень неплохо все реализует. Азарт Омпсон, это вообще, наверное, среди защищающихся новичков, ну топ-5 за последние годы точно. Очень во многих аспектах он напоминает Андрея Кириленко с точки зрения длины своих габаритов, с точки зрения своего вот звериного атлетизма, от точного чувства тайминга, когда выходить на блок и на перехват. Конечно, вот эта вот вся классная спесь, которая на нем была, первые 10 игр, она сошла на нет после такого длительного вообще пике, в который Детройт попал. Но в целом прям, ну настолько все плохо, как тебе кажется, у тебя прям совсем нечего хорошего сказать про Пистонс? Нет, ну там есть талант, я не говорю, что его там нет. И тот же Томпсон, он мне очень нравился в начале сезона, но я просто повторю свою мысль, что все эти молодые ребята ничему не учатся в этом году. Они получают психологическую травму. Просто. От постоянных смен ротаций, от постоянных поражений, от отсутствия борьбы, от отсутствия людей в команде, которые понимают, как побеждать, отсутствия нормального лидерства, от непонимания, какая у них роль, и хочет ли команда их развивать, будешь ли ты стартером, будешь ли ты запасным, будешь ли ты вообще играть. У них в команде там 10 плюс молодых игроков, и за пределами Кейда и Осара все остальные не могут чувствовать себя безопасно в плане своего места. Чему, наверное, научится Кейд в этом сезоне? Ничему. Чему научится Томпсон, да тоже ничему. Говорят, что первый сезон с командой НБА очень сильно помогает поднять свой профессионализм, помогает набить опыт игр в НБА. Да, он помогает, когда у тебя в команде есть профессионалы. Если ты проводишь свой первый сезон в команде, где есть опытные ветераны, которые тебя чему-то научат, кто будет учить Томпсона? Ну, блин, ну не Джоша Харрис. Боэн Богданович там есть, но его там быть не должно. Они его обвиняют, надеюсь, они не настолько глупые. Да, и Богданович игрок, который может в контендере играть в хорошей команде. Ну, просто, еще раз я повторю, моя главная проблема с Детройтом. Там нет никакой мысли, там нет никакой стратегии. Они решили компенсировать все свои ошибки многолетние и формирование состава, и в отсутствии плана на развитие просто в контракт Монти Уильямса. Монти Уильямс не волшебник. Вот и все. Поэтому мне нечего сказать хорошего, потому что я не вижу ни одной причины, почему ситуация может поменяться. Есть какие-то аспекты, в которых Детройт может стать лучше. Например, Канниггем за этот год может, в принципе, отточить навык игры в изоляции, который у него пока абсолютно плохой. Но вот, например, у него вчера или позавчера была игра против Атланты, где он в основном свои очки как раз-таки в изоляциях набирал и там выбил свой карьер-хай, по-моему, там за 40 он улетел очков. И в целом может быть какой-то бросок нащупать. Хотя, опять же, в таких условиях, в которых команда находится, ну прям, это будет очень сложно. По поводу Детройта что еще могу добавить? Наверное, две вещи. Во-первых, мне нравится во всем этот хаусе новичок их Маркус Асер из тех немногих игр Детройта, которые цепанул. Он, хоть и, конечно, выглядит архаично в том плане, что он обособленно от команды играет. Все-таки там в его навыке каких-то распасовок очень много сомнений. Но вот как какой-то скорый, который первый взрывной очень качественный шаг и очень эффективный бросок. У него 49% с игры, 43% с дуги на трех попытках. Минут не очень много, всего лишь 17, но я думаю, что по ходу сезона будут обмены Детройт. Надеюсь, не на усиление. Опять же, я надеюсь, что они не будут впадать вот в такие вот какие-то упаднические настроения, потому что сейчас возникают слухи по поводу того, что Детройт уже рассматривает возможность усиления путем получения О'Уджиа Нуноби, зная, О'Уджири он попросит их пик этого года. Ну, короче говоря, это шиза абсолютно и, по-моему, это очевидно абсолютно всем, может быть, кроме менеджмента. Я надеюсь, что они просто поймут, что особо сильно ситуацию не исправить и, как бы это плохо не звучало, но попробуют получать удовольствие во время этого процесса, хотя удовольствия очень мало. Ну и вот еще один фактик. Меня довольно сильно раздражает Айзея Стюарт вот своим поведением вот этим вот надменным и таким, по большому счету, бедлячеством, честно говоря. Опять же, олдфаги сейчас придут, скажут, что это 90, это классно. Я не согласен. Мне такое не нравится ни в исполнении Дрейма Дегрина, ни в исполнении Айзея Стюарта. Это просто грязь ради грязи и, может быть, соросление от всего уйдет, а может быть, за счет этого Стюарт вообще будет строить свою дальнейшую карьеру и репутацию. Надеюсь, что в итоге, рано или поздно, он отойдет от всего этого. А так, по Детройту, ну, я не буду тогда тебя просить еще там пять, под чем мне назвать, почему в Детройту все плохо. Я искренне желаю этой команде удачи в сегодняшней игре против Юты, которая вот сейчас тут идет, пока мы записали этот блог. Заканчивается первая половина, Юта ведет ненамного, но, опять же, как я и говорил, сегодня состав у Джазменов не оптимальный, поэтому, если не сейчас, то я даже и не знаю когда. Заключительная часть нашего сегодняшнего выпуска это гонка за MVP и тут я позволю себе небольшую бомбежку, честно говоря, потому что многие люди, которые пристально следят там за моим творчеством, в принципе, я во время этой подкаста и особенно стрима говорил, что Йокич это один из моих любимых игроков и если есть какой-то игрок, который находится в ассоциации прямо здесь, прямо сейчас, который сможет сместить Гирка Новицкий с трона в моей личной иерархии игроков за всю историю, то это Йокич. Я в поисках Майки, Николы провел 2 или 3 недели, когда я жил первые 2 месяца в этом году на Бали, чтобы найти эту футболку, я нашел, как же я был рад. Кого было мое удивление увидеть людей в комментариях, которые просто на это закрывают глаза и говорят о том, что я хейтер Йокича из-за того, что я не ставлю на первое место в гонке за МВП. Ребят, вы долбитесь в уши, я вам говорю заранее, потому что у меня всегда есть аргументы, почему я так считаю или нет, и сегодня они снова будут, но чтобы вам жилось попроще, давайте я сделаю отдельную, да, пятерку гонки на МВП для Йокича Дрочеров. На первом месте Никол Йокич, на втором месте Никол Йокич, на третьем месте Никол Йокич, чтобы внести немножко разнообразия, на четвертом месте Неманья Йокич, на пятом месте Страхинья Йокич. Вот это вот делайте вырезку, слушайте ее 20 раз за день и будьте довольны жизнью. Ну а я в этот момент, наверное, перетеку в более объективный разговор, и да, гонка за МВП, вот такая вот минутка бомбежа была, ну, надеюсь, что никто от этого не пострадал. Сереж, в этом году ты про свое мнение относительно того, что там, гонки за МВП не высказывал, мне не, потому что ты просто в подкасте у нас не принимал участие, в принципе, можешь одним моноблоком так фигануть, кто для тебя главный кандидат, и есть ли какой-то очевидный фаворит на данный момент, на твой взгляд, ну и хотя бы там 3-4 фамилии, если назвал, было бы классно, а так в целом, да, передаю тебе микрофон, и в принципе, можешь за один заход высказать все свои мысли относительно этой темы. Да, давай, давай так сделаем. Я для начала соглашусь с посылом по Йокичу. Полностью Никола игрок восхитительный, но иногда его фанаты очень интересным образом реагируют на все. Ну да, давай поговорим про MVP. Мне кажется, разговор на текущий момент, вот сегодня что, 21 декабря, у меня уже 22, у тебя еще 21, и на сегодня есть один кандидат явный на MVP и много других хороших игроков, которые чуть-чуть подальше. Явный кандидат это MVP, и мы можем обсудить, почему, я подготовил несколько там цифр интересных, но MVP для меня, он там на шаг, а то и на два впереди сейчас от всех остальных кандидатов. У него просто есть все, да, вот когда исторически смотришь, за что получали MVP. Первое, лучший игрок, там да, топ-3 команды с конференции, с большим количеством побед. Выполняем? Выполняем. Игрок с самой лучшей статистикой в лиге. Выполняем? Выполняем. Игрок, от которого больше всего зависит его команда, да, в том плане, что рисунок игры в атаке строится вокруг него, рисунок игры в защите строится вокруг него. Выполняем. есть ли в лиге еще баскетболисты, которых все эти три пункта выполняются? Да, есть Николай Йокич, Янис и Шай. И на этом можно остановиться. Это, в принципе, моя четверка. Но между Мбидом и следующими тремя есть большая разница в статистике. Да, у этих ребят очень классная статистика, у них все хорошо. Но то, что делает сейчас Мбид, это просто исторические цифры. Но просто исторические. Он набирает наибольшее количество очков среди центровых с сезона 1964 года. Задистка номер один. И да, с того времени полную карьеру провел Карим Абдул-Джавар, полную карьеру провел Шакил О'Нил, полную карьеру провело еще очень много сильных центровых, в том числе Никола Йокич проводит свою полную карьеру для фанатов, которые слушают Мбид с отрывом пока что лидера. Джоэл Мбид сейчас имеет лучшую в истории НБА показатель PER за один сезон. Лучший. Милой показатель PER сейчас 35. Чтобы дать немножко контекста, разница между лучшим сезоном в истории НБА, на который сейчас идет Мбид, и вторым в истории, который показал Йокич два года назад, разница 2,3 пункта PER. Это разница между первым и вторым местом больше, чем между вторым и сороковым в истории. То есть Мбид этого сезона настолько эффективнее, чем великолепный Йокич два года назад, насколько Йокич был эффективнее сорокового человека в этом рейтинге. И сороковый человек не был Маббл Кемп, но уровень разницы вы понимаете. Мбид первый человек со времен Уилта, который набирал 50 очков за игру, который набирает больше очков, чем имеет минут. И тут, конечно, нужно дисклеймер, что мы фильтруем по адекватному количеству минут, и люди, которые провели два матча, играя две минуты за игру, и набрали, не знаю, два с половиной очка в среднем, они сюда не попадут. Мбид вырос как распособщик в разы. Да, он хуже Йокача, да, наверное, никогда не будет как Йокача, но дает шесть передач за игру. Он сделал огромную работу над собой, он взял на себя функции разыгрывающие, в том числе. Мбид играет на привычном уровне в защите, он не выключается из борьбы на счетах, он берет привычное количество подборов, и в его игре сейчас нет ни одного слабого места. Я знаю контраргумент твитера, хейтеров Мбида, он плачет, чтобы зарабатывать штрафные. Вы, наверное, удивитесь, что этот сезон Мбида не входит ни в какие топы, ни исторические, ни даже последних десяти лет по количеству заброшенных штрафных, ни чистоте этих заброшенных штрафных. Более того, он в этом сезоне даже не лидер по количеству штрафных. Лидер Янис, образец мужской игры, доминаторство, да, потому что не Мбид, ему можно. Суждал с тобой, Марк, как раз до сезона прогноз на Филадельфию, я тогда тебе сказал, что Мбид по ходу своей карьеры показал, что если он играет минимум 60-й Горзиссон, его команда выигрывает 40. Мы с тобой обсуждали, я говорил, что да, Филадельфия будет близко к 50 победам. Мой аргумент был, что просто, ну, если Джоэл не травмируется, все матчи с Джоэлом это будет 40 побед, ну, минимум, за расчет, что он там 60 сыграет. Ну, это я вот так аккуратно оценивал. Сейчас он идет там даже с большим опережением этого графика, и если мы вернемся по всем параметрам, успехи команды, личные успехи, зависимость команды от игрока, Мбид подходит под критерием MVP. Но и при сравнении один в один с абсолютно любым игроком этого сезона, по прошествии 26-27 игр, Мбид лучше. Ну, он просто лучше. Это не умаляет заслуг других трех ребят, про которых я сказал. Йокич проводит тоже исторического уровня сезон, своего привычного уже исторического уровня. Он уже четвертый год подряд так играет. Янис играет так уже пятый или шестой год подряд. Тоже суперхорош. Шай на таком уровне играет второй сезон подряд, но можно сказать, что первый, потому что в этом году Оклахома сильно в плюсе по победам. Да. Но ни за кого из них я не вижу серьезного аргумента, в чем они были бы лучше Мбид в этом сезоне. За Мбид таких аргументов много. Как у тебя с пятеркой или там с рейтингом согласен или не очень? Ну, слушай, у меня обычно шестерка и вот, я буду начинать с низов, наверное. Из этой шестерки у меня точно выпадает Холибертон из-за того, что его команда умудрилась проиграть Вашингтону, и не только, и вообще они идут довольно слабо после вот этого вот внутрисезонного турнира, поэтому Холибертон, к сожалению, прощается с этой шестеркой. На шестой строчке у меня, наверное, будет Дончич, потому что все-таки ну 33 плюс 9, плюс 9 на дороге не валяются. Он старается как только может тащить этот дал за шкирку в отсутствии Карри Ирвинга, но 16 побед и 11 поражений. Результат такой, ну слабенький, честно говоря, для того, чтобы я мог поставить его выше. На пятую строчку впервые в этом году в гонку за MVP въезжает Кавай. Вообще, мало кто его ставит в свои топи MVP, но вот на меня, может быть, очень большое впечатление произвела вот эта победная серия Clippers последних недель, и Кавай для меня является главным лицом этой победной серии и все-таки я не объективен в сторону Кавая, как и, в принципе, ко многим игрокам. Мне он очень симпатизирует чемпионский парад в Торону 2019 навсегда в сердечке, но я думаю, это вполне себе заслуженно и к тому же, опять же, результат у Clippers может быть не намного лучше, чем у Dallas, но вот за счет вот последнего впечатления, которое Кавай оставляет, я его поставлю на пятую строчку. На четвертую у меня окажется Янис, пока что у него 20 побед 7 поражений и это среди людей, которые вообще в гонке за MVP у меня упоминаются это лучший результат, но при этом там в последних нескольких играх мне кажется, Лилард даже больше заправлял командой, нежели Янис в последних игр он вообще вовсе 11 очков был, он, конечно, там взял упор на передачи, где сделал, по-моему, свой карьер хай 16 ассистов, но при этом все равно он до топовой тройки не дотягивает. С точки зрения места расположения игроков этой тройки оно не поменялось для меня по сравнению с прошлым выпуском который немножечко поправил дела своей команды с точки зрения командного результата у них теперь 19 побед и 10 поражений но за то время пока пытался договориться с тобой о записи у Йокича было быстрое удаление абсолютно незаслуженное рефери могут говна поживать честно говоря но вот в игре против Чикаго когда его удалили просто ни за что на мой взгляд ну и помимо всего прочего была игра против Далласа который играл без Деррика Лайвли то есть в краске у Далласа был просто ну проходимый двор твори доминируй что хочешь а Йокич эту игру вообще закончил с трипл синглом так называемым да в остальных там трех играх у Йокича было все прикольненько но опять же если у тебя за там последние полторы недели две такие сравнительно провальные игры ну ты не можешь на мой взгляд подняться в этом рейтинге на втором месте все еще Шай я знаю что больше всего спор вызывает именно то что какого хрена Шай выше Йокича ну во первых потому что у него команда получше 17 побед и 8 поражений по проценту они там на 2 или на 3 процента лучше чем Денвер идет Шай за эти полтора недели ни разу не опускался ниже отметки по-моему то ли в 27 то ли в 28 очков и вообще забавный факт про Шай Гюджис Александра то что он только трижды за этот сезон показал минусовый рейтинг плюс-минус я понимаю что это среди вот этих всяких статистических линеек одна из самых спорных потому что ну не только же от Шая зависит его плюс-минус но и также от сокоманника который в тот момент находится на паркете но это на мой взгляд о многом говорит и в целом Шай свою статистику улучшил и продолжает оставаться одним из лучших игроков именно в защите мне кажется из этой вот шестерки которую я назвал но он конкретно по этому сезону лучше вообще кого угодно даже Яница при всем уважении на первой строчке остается конечно же имбид и многие там опять же я думаю хейтеры имбидо я отчасти их понимаю за то почему они хейтят имбидо потому что у меня тоже он вызывает негативные эмоции с точки зрения того что он постоянно ноет что он постоянно обменяет кого-то в своих неудачах там в том что он ни разу не выходил дальше второго раунда плей-офф но он никогда не признает что да это мой косяк то есть это то Харден то Симонс то Док Риверс то Брэд Браун постоянно кто-то есть и опять же так же ему не добавило очков карму вот это его решение все-таки поиграть за сборную США а не за сборную Франции уж тем более за сборную Камеруна и в целом такой человек чей троллинг многие могут не выкупать который может раздражать опять же его отчасти флоппинг я все это могу понять но я призываю всех просто оставаться объективным кто-то может сказать Марк у него одно из самых легких расписаний в регулярке на данный момент и да по некоторым метрикам у Филадельфии самое легкое расписание по некоторым метрикам у них четвертое по легкости расписание если посмотреть последние недели то кажется что они только и играют что против Детройта Шарлотта и Вашингтона по очереди но это не так вы хотели каких-то сильных соперников Эмбита чтобы он вышел на паркет а не как иногда он упускает эти игры про что я конечно же отмечал и в прошлом выпуске когда я говорил что Эмбит пропустил игру против Бостона где выступает его папка Эл Хорфорд и против Миннесоты окей получить игру против Миннесоты вчерашнюю в которой Эмбит набирает больше 50 очков окей вы можете сказать ну Марк он там бросил 18 штрафных бросков окей но если вы даже их уберете у Эмбита 30 блять плюс 10 я не понимаю что людям нужно для того чтобы они просто признали что на данный момент Эмбит ну на 100% находится на первой строчке в гонке за Эмбит на мой взгляд если вы этого не признаете то это просто не объективно вы можете говорить что на нем много фалят Сережа абсолютно правильно сказал что на Янисе гораздо чаще свистят фаллы чтобы вы понимали на Янисе около 9 раз за игру свистят фаллы на Эмбите 7,5 для сравнения на Трея Янге больше 7 раз за игру свистят фаллы на Дюранте в чей адрес я ни разу мне кажется за последние несколько лет не слышал про то что блин на Дюранте слишком какие-то левые фаллы свистят у него 6,7 фаллов на нем у Букера 6,4 у Адебая 6,3 вы можете сказать окей на Букере часто фалят не в бросковых ситуациях ну хорошо вот вам пример Адебая и того же самого Дюранта который я не могу сказать что очень часто лезут там через заслоны в обороне и из-за этого на них фалят нет нифига просто нужно признать объективный факт что по истечении его 27-28 игр регулярки им бит сейчас на первой строчке и причем с большим отрывом это однозначно самый большой отрыв который был у кого-либо в этой гонке в этом году но мы будем помнить про то что такой же отрыв в прошлом году был и у Николы Йокича буквально за 20-25 игр до конца сезона в моем по крайней мере понимании и тогда сами помните какая была концовка сезона им бит там затащил кто знает что может произойти им бит не дай бог стучу по голове может завтра сломаться такое тоже никто не застрахован в прошлом году многие предъявляли людям которые считали что именно им бит должен брать наград за им пи то что по всем продвинутым метрикам именно Йокич первенствует окей вот про персережу сказал также им бит лидер по плееру импакт эстимейт он также обходит Йокича по офенсив рейтингу по дефенсив рейтингу по нет рейтингу да я знаю что Йокич обходит имбидо по value of replacement рейтингу по бокс плюс-майнос что в атаке что и в защите но это просто говорит о том что не все так очевидно как многие может показаться и может быть цифры имбидо упадут вниз после того как у него в расписании реально появятся гораздо сильнее соперники может быть посмотрим но на данную секунду на 22 декабря так уж и быть в большинстве земного шара сейчас все-таки 22 декабря именно имбид лидер гонки за мвп и я не знаю кем нужно быть чтобы этот факт спаривать честно говоря будьте объективны если хотите какие-то аргументы именно адекватные привести в комментариях а не просто обвинить меня в хейтерстве боже ради я вас умоляю ну серьезно давайте поговорим в прошлом году я многих на мой взгляд неадекватных порой защитников имбидо также с ним спорил в комментариях приводил аргумент почему именно йогич на каком-то этапе сезона был для меня мвп я готов к таким дискуссиям просто если вы готовы на эту дискуссию если нет то ну ладно Джордан вам судья а так по гонке за мвп мне наверное нечего добавить Сережа если и тебе нет то предлагаю закруглять наш сегодняшний выпуск спасибо тебе большое за то что заскочил несмотря на то что у тебя со здоровьем не самый порядок надеюсь что на твое горлышко давление вот эти последние два часа не сильно оказало и в итоге ты нормально восстановишься хочу в очередной раз поблагодарить Сереже и Геяна большое тебе спасибо ссылка на его паблик вконтакте один из самых больших который освещает происходящее в мире национальной баскетинговой я как всегда оставлю в описании ну и как бы Сережа опять же напоминаю все-таки недавно отчасти стал представителем хай-фай ждем твою первую статью буду только рад если она произойдет до конца этого года ну а если же у тебя запара в жизни то ничего страшного я уверен что когда-нибудь все-таки ты в принципе расчехлишь свою писательскую чакру и порадуешь нас годной аналитикой как и обычно спасибо тебе большое Сереж спасибо большое Марк да постараюсь ну кайфанул как всегда с голосом сложно надеюсь что людям будет окей послушать ну да всем спасибо и до следующих выпусков ну а мне остается добавить что помимо ссылок на источники Сережи также есть ссылочки на мои ресурсы про хай-фай вконтакте в телеге я уже упомянул также конечно же ресурс связан с баскетток донейшн аллерт если хотите порадовать проект небольшим вкидыванием ваших родных шекелей мы будем только рады заранее вам огромное спасибо твич канал баскетток на котором ничего не происходит в последнее время но может быть как-нибудь соберемся и фильмчик посмотрим телега с перезаливами с ранними анонсами стримов на ютуб канале который опять же напоминаю наверное произойдет на следующей неделе блок на спортсрук где выходят новости нашего проекта также микс клауд канал на котором выходит аудио формат выпусков наших но с небольшой задержкой по сравнению с ютубом а так в целом ничего не забыл а даже если и забыл то ссылочки конечно же как всегда будут в описании к данному ролику спасибо вам всем большое что дослушали до этого момента с вами был ведущий проекта баскетток Марк Бурчков и до следующего подкаста